В республиканском кардиодиспансере начали проводить сложнейшие операции на сердце по новой технологии. Что это за методика и насколько она восстанавливает здоровье пациентам, выясняла Татьяна Иванова. Людмиле Никитина из Чебоксар на днях провели уникальную операцию на сердце, устранив все, что мешало органу полноценно работать. У пациентки в молодости ревматизм привел к пороку клапанов, а с возрастом еще появилась и ишемическая болезнь сердца. Состояние здоровья не давало возможности полноценно жить, сведя к минимуму физические нагрузки. Сейчас все в прошлом, впереди реабилитация. Волновалась, конечно. Это для меня вообще такая операция, это шок было. Потом переживала, переживала, ходила, успокоилась вроде бы. Вот я согласилась. Подобные операции считаются высокотехнологичными, и наши кардиохирурги уже успешно их практикуют пять лет. Во время оперативного вмешательства проводят остановку сердца, подключают аппарат искусственного кровообращения. Но сейчас технология остановки более физиологична. В настоящее время начинают использовать более физиологические методы остановки сердца во время операции на открытом сердце. Это кровяная кардиоплития. Суть этой технологии заключается в том, что при операции, когда мы останавливаем сердце, для того, чтобы сердце жило, пока оно стоит, мы используем собственную кровь пациента, которую периодически проливаем в это сердце, для того, чтобы оно питалось. Этот способ помогает сердцу быстрее восстанавливаться после операции. И в дальнейшем период реабилитации пациента проходит в более короткие сроки. Мы проводим более двух тысяч операций на сердечно-сосудистой системе. Из них операции с остановкой кровообращения, с использованием аппарата искусственного кровообращения, более двухсот операций с помощью АИКа. Это 10% от общего количества. Естественно, вот эти 200 операций, это самая сложная, вот по технологии, да, самые сложные операции, вот эти 200, которые проводятся на открытом сердце. Естественно, мастерство проведения этих операций зависит и от квалификации кардиохирурга, и от квалификации врача-перфузиолога, врача-анестезиолога-реаниматолога, который участвует на равных в проведении этой операции. В проведении сложнейших операций всегда участвует целая команда профессионалов. Это лежит в основе любого успешного оперативного вмешательства. Татьяна Иванова, Екатерина Янгалакова, Вести Чебоксары.